На грани жизни и смерти в зоне боевых действий на Донбассе остаются тысячи детей-инвалидов. Наиболее критичная ситуация с больными диабетом, эпилепсией и астмой. От государства препараты они не получали, а в аптеках нужных лекарств не было. Родители с криками о помощи обратились к благотворительному. Ровно год назад гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил специальный проект лекарства детям. О спасении брошенных на произвол судьбы расскажет Виктория Чистюхина. Восьмилетний Никита с ужасом ждет наступления зимы. Ведь именно в это время года, в 2014-м, жизнь в поселке Мироновский стала адом. Ребенок помнит, как закрывал уши, чтобы не слышать обстрелы, и бежал по морозу босиком в подвал, чтобы не погибнуть. Мы, получается, в чем были? В пижамах, босиком, гололед еще был. И мы, получается, выбежали в подвал, все соседи, мы сидели там. Теперь мальчик боится грома. Когда грохочет за окном, прячется под кроватью. Пережитый стресс оставил след на всю жизнь. Тогда на нервах за неделю похудел на 5 килограмм. Врачи диагностировали сахарный диабет. У него истерика сильная была. Мы даже не могли предполагать, что от этого может так вот в действии заболеть. Весь живот и руки исколоты инсулином. Он должен постоянно принимать препарат, иначе кома и смерть. Мне труднее всего вылечиться, потому что чем больше сладкого я ем, тем больше у меня сахар повышается. Самое ценное для ребенка – поддержка и любовь матери. Они помогают своей любовью. Еще добротой. Плачу я часто, потому что вот так вот с ним случилось. Жителям серой зоны особенно тяжело. У многих нет еды, кто-то остался без жилья. А такие, как Никита, в любой момент могут оказаться еще и на грани жизни и смерти. Несколько месяцев назад так и случилось. Врачи просто забыли внести фамилию мальчика в список на получение инсулина. Мы на вас не заказали. Почему не заказали? Ну вот я уже отвезла сверки, я вам звонила. Остался без лекарств и переселенец из Красного Луча Дима Мусиенко. У него эпилепсия. Государственной программы по обеспечению противосудорожными препаратами в Украине не было никогда. Медикаменты выделяли только за счет местных бюджетов. Но лекарства, выписанные врачами, мальчику не подходят. Передать это невозможно, эти чувства вообще. Он просто мертвый ребенок. Даже вот сейчас он лицо не нормальное. А тогда он синий, ногти, ручки синие все. Ирина не раз обращалась к медикам с просьбой выписать другое средство. Ответ врачей мать просто шокировал. Мол, докажите, что ребенок действительно страдает. Они в посолах, которые смотрят за них уже почти два года. Она мне, снимите на видео приступ. Тут вспоминаешь, не знаю, сердце обливается. Детей-инвалидов, которые стали невольными жертвами подобных ситуаций, тысячи по обе стороны линии соприкосновения. Точной статистики никто не ведет вот уже два года. Мы про эти проблемы, естественно, знаем. И до нас вертаются представители фонда Ахметова. И они консультуются, какие препараты закупать. Мы продумываем эту ситуацию, но понимаем, что пока что не на належном уровне, а допомога этому контингенту детей. На горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова поступают сотни звонков с просьбой помочь спасти ребенка. Семья, которая осталась на территории, где происходят боевые действия, она находится, можно сказать, в такой трубе, из которой нет выхода, и ее никто не слышит. Хотя человек кричит всем, что нужно, допомога, но просто никто не может ей дать ответ и даже допомогать. Найболее критичная ситуация у детей с эпилепсией – астмой и диабетом. На неподконтрольной территории государственные программы не действуют вообще. Чтобы получить лекарство, нужно выехать из зоны АТО и пройти долгий путь переоформления на подконтрольной территории. Но у многих нет денег даже добраться до ближайшего города. Четырехлетнему Никите пытались вылечить бронхит, а оказалось, у него астма. Получить медикаменты за государственный счет шанса нет. Он живет в Донецке. Помимо этого, у мальчика проблемы с позвоночником. На рентгене было видно, что нет одного ребра, и как бы аномалия развития хрящевых позвонков. Ребенку необходимо срочное лечение. Множество лекарств для поддержания организма, а еще массаж и бассейн. Но как помочь, если его семье нечего есть и негде жить? Это квартира – родной дом Никиты. Окна забиты фанерой, жилье разрушено. Тяжело. У меня разбито жилье. Мне негде жить. Мне тяжело жить. За помощью лекарствами Анна обратилась на горячую линию штаба Ахметова. Таких просьб настолько много, что год назад приняли решение открыть отдельный проект «Лекарства детям». Мы даем возможность семье выдать препараты на три месяца. Таким образом, дитина обеспечена препаратами на определенный период, и уже семья не думает, где взять деньги на эти препараты. Фонд Рената Ахметова активно включился в эту работу, и согласно их программе, гуманитарный штаб также обеспечивает детей из числа переселенцев противоосматическими препаратами. По программе «Лекарства детям» 1718 ребят из Донецкой и Луганской области получили помощь от штаба медикаментами. Выдано 231 набор инсулина, 377 тест-полосок, 645 противосудорожных и 465 противоосматических препаратов. Таких, как он, нет. Мне так кажется. Потому что он помогает детям при отстрелах. Очень хорошо помогает. У нас, когда восточный, тут тоже бахнули, он тоже всем помогал. Все люди уважают его и ценят его заботу о нас. Я хочу сказать Ренату Леонидовичу очень большую благодарность. То, что он помогает детям. Не только моему сыну, а очень много детей нуждаются в лечении. И он очень делает доброе дело. И я очень ему за это благодарна. Нужные препараты вовремя принимает как Никита в Донецке, так и Дима с Никитой в Мариуполе и Мироновском. Их родители, как и тысяч других ребят, верят, что в один прекрасный день их дети снова станут здоровыми и счастливыми, как это было в мирное время. Виктория Чистюхина, Ростислав Сысоев, Алексей Гуделя, Игорь Монастырев, Александр Шмырев, Владимир Конопля, Сергей Чакрыгин. События недели.